дорогие друзья мы продолжаем изучение 4 главы перке вот по учения отцов с классическими и хасидскими комментариями мишна 14 рабе не го рай говорит уходи в изгнание вместо изучения торы и не говори что она пойдет за тобой потому что твои товарищи изучая ее сделают ее понятной для тебя и не полагайся на свое собственное изумение рабе не го рай о нем говорится что его мудрость была стой велика что сам пророк или яху посещал его школу и обсуждал с ним тор уходи в изгнание в более широком смысле в этой мишне участнику велят покинуть родной город чтобы учиться в изгнании и в эпоху талмуда мудрецы жившие в израиле и уезжали в вавилон например на учебу и наоборот неудобства связанные с изгнанием из дома они очищают душу ученика и превращают его сосуд еще более приспособлены для того чтобы стать мечте или местилищем божественной мудрости то и говори что она пойдет и не говори что она пойдет за тобой не думай что когда твои друзья посетят тебя они передадут тебе за свои знания сказано в пояснениях потому что это получение знаний из вторых рук не может сравниться с их приобретением напрямую не полагайся на свое собственное разумение не следует учиться вместе с товарищами тебе следует учиться вместе с товарищами не надо полагаться на свое на то есть наше время называется это хавруса когда вдвоем учатся и раби йошуа сказал пусть они помолятся о милости того кому принадлежит мудрость ибо написано господь дает мудрость из уз его знания и разумения 15 мишна раби янай говорит нам недоступно понять ни благоденствия злодеев ни муки праведников раби матья бен хараш говорит первым приветствую любого человека пусть и будь хвостом львов они главой лисиц все что происходит оно совершается по воле бога говорит раши чьи замыслы выше нашего разумения и и нам поэтому недоступны недоступно понять благоденствие злодеев и муки праведников вероятно также слова нам недоступно означают что эти вещи выше нашего понимания почему же злодеи благоденствуют есть два мнения первое они получают награду за каждое доброе дело которое совершают чтобы уже не получить никаких наград в будущем мире где их будут подвергать наказание праведники же в этом мире испытывают страдания за любые проступки чтобы в будущем получить только вознаграждение и второе мнение злодей вероятно изначально предрасположен козлу поэтому даже одна исполненная им митсвой заповедь она равноценна исполнение всех заповедей за нее он получает щедрую награду а праведник наоборот возможно предрасположен к добродетели и нарушением одной заповеди расценена как будто бы нарушает всю тору все запреты тор хотя мы можем дать философское объяснение несправедливости которую видим мы не можем довольствоваться этим да если речь идет интересно о наших собственных мучениях нам следует принять их с неоспоримой верой в бога однако когда страдают другие мы обязаны мириться мы не обязаны мириться с этим как с божьей волей но взывать к богу молиться за них и умолять его о том чтобы невзгоды другого человека прекратились раби матья бен хараш он сказал первым приветствую любого человека когда он сам изучал тору его лицо светилась подобно солнцу его благочестие было столь велико что он был похож на ангела он сказал приветствовать любого человека и даже того кто по твоему мнению уступает тебе далее сказано в этой же мишне будь хвостом львов а не главой лисиц в духовных вопросах всегда ориентируйся на тех кто превосходит тебя будь хвостом львов и стремись подобиться им лучше жить среди тех кто духовно превосходит тебя нежели жить с теми кто уступает тебе хотя по сравнению с ними ты будешь казаться более значительным 16 мишна раби яков говорит этот мир подобен прихожей будущего мира подготовься прихожей к тому чтобы войти в покой итак раби яков отвечает на вопрос поднятый раби янаем почему праведник испытывает страдания в то время как злодей бодрствует он так отвечает раби яков этот мир только преддверие будущего мира и праведники страдающие в этом мире он будет еще больше наслаждаться в будущем мире а злодеи благодействующие в этом мире получает материальное вознаграждение с добрые дела себе в убыток потому что они не удостоятся награды в грядущем мире 17 мишна он же часто говорил один час в этом мире проведенный в раскаянии добрых делах лучше целой жизни в будущем мире один час блаженства в будущем мире лучше чем целая жизнь в этом мире этот мир это место где мы можем делать добрые дела и совершенствоваться как только мы переходим в будущий мир задача этого мира более не существует там уже не можем раскаиваться и заниматься добрыми делами следовательно нам нужно дорожить каждой минутой жизни зная что сейчас у нас есть уникальная возможность которая будет недоступна нам в грядущем мире в этом мире у человека есть возможность соединиться с божественной сущностью исполнив его желание в том и о том чтобы материальный мир превратился вместо пребывания всевышнего мы не сможем осуществить этого когда наши души перейдут в будущий мир эти два изречения раби яков о том что один час блаженства в будущем мире лучше чем целая жизнь в будущем в этом мире показывают и призывают нас как служить богу с рвением совершая больше чем требуется по закону один лишь миг в этом который не совершается превосходит весь будущий мир один лишь миг здесь в нашем мире и за них мы получаем награду превосходящую весь этот мир задается вопрос зачем я существую в чем цель и смысл нашей жизни мы существуем ради того чтобы осуществить план творения бога превратить материальный мир вместо пребывания всевышнего чтобы всевышний чувствовал здесь себя уютно чтобы ему было хорошо чтобы он чувствовал себя здесь как дома восемнадцатая и мишна раби шимон бен элеазер говорит не успокаивай товарища своего когда он гневается и не утешай его когда перед ним лежит его покойник не расспрашивай его об обете когда он дает его и не пытайся увидеть его в час в час позора поддержание нейтралитета в Тормуде установлено что судья ставший свидетелем преступления не может выступать в качестве судей при расследовании этого преступления потому что он не сможет найти аргументов в пользу обвиняемого чего преступления он видел сам поскольку мы обязаны судить всех благословно нам запрещено становиться свидетелями чужих грехов потому что это помешает нам судить грешников с хорошей стороны девятнадцатая мишна шмуэль хакатан малый говорит при падении врага твоего не радуйся а если спотнется он да не возликует сердце твое то увидит господь и неугодно будет в очах его и он отвратит от него гнев свой кто такой шмуэль хакатан про него сказано что он получил свое прозвище потому что был очень скромным как-то раз мудрецы съехавшиеся в явное услышали небесный голос среди вас есть один человек достойный того чтобы шхина пребывала с ним однако однако заслуга или заслуги поколения недостаточно велики для этого и взоры мудрецов обратились как раз к шмуэлю малому не радуйся при падении твоего врага сказано в этой мишне и есть пояснение что чистосердечный человек не испытывает удовлетворения от возмездия он заботится о том чтобы добиться истины а не о том чтобы оказаться правым следовательно когда его противник повержен и его неправота доказана он будет рад нахождению истины а не поражению своего товарища двадцатая мишна Илиша бен авуя говорит чему подобен человек изучающий торос малолетства чернилам которыми пишут на новом свитке и которые поэтому не выцветают чему подобен человек кто изучает тору в старости чернилам которыми пишут в стертом свитке полемпсесте и которые поэтому бледнеет раби йоса бен юда из хвар хабавли говорит на кого похож человек изучающий тору молодых на того кто ест незрелый виноград и пьет вино прямо издавильни на кого похож человек изучающий тору у старых на того кто ест зрелый виноград и пьет выдержанное вино раби мейер говорит смотри не на сосуды на то что у него внутри бывают новые сосуды наполненные выдержанным вином и бывают старые сосуды в которых нет даже молодого вина и так элиши бен авуя был современником раби акиви учителем раби мейера однажды он взбунтовался против законов тор его греховные поступки привели к тому что его стали называть ахер иной однако у него был ученик раби мейер который продолжал у него учиться любил его и ценил его мудрость однажды когда раби мейер изучал тору в шаббат ему сказали что ахер едет на лошади неподалеку это известная известная история и раби мейер вышел поприветствовать его и поучиться у него торе ахер продолжал ехать на лошади это был акт запрещенный в шаббат а раби мейер шел рядом с ним слушая его поучения наконец ахер сказал мейер возвращайся домой мы уже прошли тхум то есть расстояние которое евреи может пройти в шаббат за пределами города на это раби мейер ответил ему тебе тоже следует вернуться то есть имел ввиду вновь вступить на путь праведности ахер сказал ему что он не может вернуться потому что слышал голос небес который провозгласил вернитесь заблудшие дети кроме ахера то есть он считал что ему невозможно заслужить раскаяния а когда ахер тяжело заболел перед смертью раби мейер пришел навестить его и и он сказал ты все отказываешься от раскаяния ахер ответил если я раскаюсь примут ли мое раскаяние и раби мейер его ученик ответил что можно раскаяться даже в последние минуты жизни и или шабен авуя залился слезами и стенал пока душа его не покинула этот мир не покинуло тело и раби мейер возрадовался в душе подумав что кажется учитель скончался предаваясь раскаянию так вот почему же его высказывания внесены в мишну потому что сказано что мудрецы сделали это это были высказывали еще до того как он впал в ересь и также объясняется поведение раби мейера раби мейер смотрел не на сосуд не на поведение или шабен а вуя а хера а на его содержимое то есть на познание в торе приобретенные лишь и в юности да и хотя обычно людям не подобает учиться у неправедного наставник раби мейер обладал уникальной способностью видеть сквозь сосуд то есть не смотреть на его внешний вид не поддаваться во влиянию а усваивать только хорошее двадцать первая мишна раби эль азар хакапар говорит зависть вожделение тщеславие живая человек со светом человек рождается неся на себе бремя этих трех греховных побуждений если он позволяет природе взять свое эти греховные побуждения не дают ему войти в будущий мир однако он также может преобразить эти побуждения и использовать их для достижения святости каким образом зависть он может использовать свою зависть завидуя тем кто духовно превосходит его выше его желаю подобиться им вожделение он может вожделеть удовольствие от приближения к богу как сказал царь давид жаждет душа моя богу и наконец тщеславие кто обладает славой тот кто прославляет других людей двадцать вторая мишна он же часто говорил рожденным предстоит умереть мертвым предстоит жить согласно другой версии воскреснуть живым снова предстать пред судом все это для того чтобы узнать например у других и сообщить другим и убедиться путем медитации что он бог создатель творец знающий все судья свидетель истец и он тот кто будет вершить суд благословен тот в ком нет беззакония ни забвения ни пристрастия ни вздоимства знай что всему есть счет и пусть дурное начало не убеждает тебя что могила станет твоим убежищем ибо против своей воли ты был создан и против своей воли ты был рожден против своей воли ты живешь против своей воли ты умрешь и против своей воли тебе предстоит отвечать перед верховным царем царей святым благословен он Даже совершенно праведные люди обязаны отчитываться за свои проступки Потому что нет пристрастия Точно так же мы не можем подкупить Бога Совершая добрые дела и надеясь на то, что Он не обратит внимания на наши промахи Необходимо помнить, что нас накажут за дурные дела и вознаградят за добрые Говорит Рамбо Против своей воли ты живешь и против своей воли ты умрешь На глубоком уровне этот парадокс передает противоречивые чувства, которые испытывает душа С одной стороны она стремится уйти из духовного изгнания, на которое обречена, будучи привязана к телу И жизнь в идеальном мире против своей воли ты живешь А с другой стороны она понимает, что только благодаря ее присутствию в теле она может осуществить желание Бога Способствовать проявлению шхины в этом мире Это противоречивые устремления Жажда преодолеть границы материального мира и прагматическое желание не отделяться от физической реальности Они чрезвычайно важны Жажда избавления от материальных ограничений не является достойной целью Потому что божественная миссия может быть выполнена только посредством освящения телесного бытия То есть это стремление, есть такие два стремления Роца и Шуф Одно стремление души возвыситься и приблизиться к источнику, ко Всевышнему И Шуф Это взять святость, божественную святость духовного мира и принести ее для того, чтобы осветить материальный мир Чтобы выполнить цель нашей миссии здесь Так вот Жажда избавления от материальных ограничений не является достойной целью Потому что божественная миссия должна быть здесь Посредством освящения телесного бытия Однако, тот, кто чувствует себя удобно в духовном изгнании телесного бытия И перестает страстно стремиться к преодолению предела физического существования Может утратить представление о направлении духовного развития И не справиться со своим предназначением Можно преуспеть, говорит Рэбе В использовании божественной миссии Только обладая обоими стремлениями Вверх, набраться святости, набраться вдохновения, набраться силы И спустить это вниз, чтобы осветить наш мир и то место, где мы находимся На этом не закончим И с Божьей помощью будем продолжать с пятой главой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok